Привет, приветствую вас. Давайте разберем вопросы, которые выдают. Значит, в первую очередь хочется сказать, что у вашей ситуации есть, скорее всего, некоторая предыстория, да, потому что подобные вещи не происходят вдруг внезапно и, может быть, вы не замечали каких-то вещей раньше в своем мужчине. Может быть, так получилось, что вы были увлечены чем-то другим. Вот. Но, например, как специалист, я могу ответить вам следующее. Жить нужно для себя. Как бы тут проблема в том, что вы для себя не живете. Вы не видите смысла в жизни, если рядом с вами нет другого человека. И это выдаёт некоторое обесценивание вами. Само себя. Само себя. Некоторое обесценивание. Выдаю их вот. В плане того, что вам самой по себе ничего не надо. И, наверное, на это нужно в первую очередь обратить вам своё внимание на то, что вам самой по себе ничего не нужно. На то, что вы не готовы жить для себя. На то, что вы не видите смысла жизни самой по себе. Вот. Это первое. Второе. Второе. Это то, что у вас явно занижена самооценка, потому что вы, ну, грубо говоря, принимаете грубое отношение человека к вам. Принимаете грубое, негативное отношение к вам. Мужчины к себе, к себе, да? Да. Вот. И при этом... При этом... Ну, полагаю, что... Это в порядке вещей. Вот. И... Я думаю, что в первую очередь нужно работать в этом направлении вам. Следующее. На что... Нужно обратить ваше внимание вам. Это на то, что, скорее всего, у вас любовная зависимость от человека. И... А... Ну... Нужно... Поисследовать, как она стала возможной для вас. А... С чем связано... То, что... Человек, по сути дела, вы идеализируете. Что... Вы... Пытаетесь для себя... Получить... Что конкретно... Вы... Пытаетесь до себя получить... В этой ситуации. А... Чего конкретно вам не хватает. Ну вот. Ну, еще, может быть, в принципе, поисследовать некоторые причины и основания для идеализации мужчин. Вот. Такая вот здесь ситуация. Такую историю здесь можно вам прокомментировать. Так это можно прокомментировать. Дальше. Вы не принимаете ссылки по всему. Само себе. Вот у вас есть некоторая трудность в том, чтобы себя принять. Вот. И соответственно, надо бы поисследовать этот момент. Момент поисследовать то, почему вы себя не принимаете. То есть вот одиночество, которое вы испытываете, которое вы ощущаете. Это и есть результат того, что вы что-то в себе не принимаете. Вот. И на мой взгляд, нужно поисследовать этот момент. Преследовать то, что именно вы не можете в себе принять. Вот. Что вы себя отвлекаете. Для чего вам нужно, ну, ну, для чего вам нужен другой человек. Так. Вот. Чтобы, получается, лучше себя чувствовать, да. Чтобы, получается, лучше себя ощущать. То есть это вот такой аспект довольно-таки серьезный, довольно-таки важный. И с этим нужно работать. И с этим вот то, что я могу вам сказать, наверное, на данный момент. Потому что информации довольно-таки мало вы предоставили нам. Вот. То есть хотелось бы информации, наверное, побольше немножко. Ну, мне кажется, что прямо сейчас, вот, прямо сейчас хорошим вариантом было бы выплеснуть, выразить всю боль, которую у вас есть. Вот. Для того, чтобы лучше себя ощущать. Мне так вот кажется. Вот. Ну, много, много, очень многое зависит от того, хотите ли вы или нет. Вот. Хотите ли вы реально начать жить дальше, начать жизнь самостоятельно или нет. Или вам хочется все-таки вернуть человека. Вот. Вот. И вы надеетесь, что у вас все нормализуется и вернется на круги своя. Вот. Вот. Потому что в нижней кто-то может быть похоже на манипуляция. Вот. То есть машина как попытается возвысить себя, да, за вот, ну, за ваш счет, условно говоря, за ваш счет. Вот. Вот. Чтобы, например, диктовать свои условия. Такое может быть. То есть он может, в принципе, вернуться в будущих, но исключительно на своих условиях. Вот. Такая резкая перемена. Ага. Очень, значит, очень похожа на манипуляция всего страны. Ну, просто страны человека. Вот. Вот. Это то, что я могу вам сказать, что я могу вам ответить. А именно вот с точки зрения... Ну, и понятно, что все проблемы, да, которые я озвучил до этого. Их, в принципе, тоже нужно решать. Вот. То есть тут без вариантов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи!